Силовики накрыли два кафе с нелегалами. Полицейские, росгвардейцы и сотрудники пожарного надзора наведались в заведения на улицах 9 мая и Тельмана. Во время рейда 17 человек из числа посетителей и сотрудников в кафе забрали в отделение. 9 человек не имели гражданства, некоторые из них нелегально работали в кафе. Одному мигранту вручили повестку. Кроме этого, в одном из заведений изъята контрафактная алкогольная продукция и найдены нарушения пожарной безопасности. Проводится проверка. А сейчас еще несколько новостей коротко. 9-летнего мальчика во время купания присосала к сливному отверстию в аквацентре жемчужина спана Калинина. В бассейне отсутствовала перегородка в сливе. У ребенка остались кровоподтеки и царапины. Мама пострадавшего мальчика утверждает, что сотрудники спа-центра помощь на месте не оказали. И она самостоятельно повезла сына в травмпункт. Через Роспотребнадзор семье удалось высудить у жемчужины спа больше 45 тысяч рублей. Это штраф, судебные издержки и моральный вред. Мальчик теперь боится воды. Мужчина на рейндж-ровере сбил двух детей на пешеходном переходе. Вечером 19 января водитель ехал по улице Волжской и решил проскочить на мигающий сигнал светофора. В это время пешеходом загорелся зеленый и первыми на зебру вышли два 9-летних мальчика. Иномарка на полном ходу сбила детей с ног. Их забрала скорая. Один ребенок попал в реанимацию с сотрясением мозга. Сразу два пожара произошло ночью в Красноярске. Горел двухэтажный деревянный дом на Ленина рядом с памятником культурного наследия. Взрослые с двумя детьми выбежали самостоятельно. Никто не пострадал. Пожарные не дали огню перекинуться на соседний дом памятника Балакова. Ликвидировать горение удалось только к 6 утра. Второй пожар произошел в пятиэтажке на Дубровинского рядом с речным вокзалом. В квартире на последнем этаже загорелись вещи. Из огня спасли пожилого мужчину. Сейчас его состояние стабильное. С 25 до 28 января в Красноярске пройдет кубок Ивана Ярыгина. На 35-е международные соревнования по вольной борьбе заявились уже 23 страны. Ожидается, что от сборной России на турнире выступит около сотни спортсменов. На ковер выйдут как новички, так и призеры чемпионатов мира и Европы. Торжественное открытие состоится 26 января в 17.30 во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Скульптура «Ангела» победила на конкурсе «Волшебный лед Сибири». Ее создатели получили 50 тысяч рублей. Второе место заняли начинающие преподаватели из школы Сурикова со скульптурой «Сказочная птица». За нее скульпторы получили в награду 40 тысяч. Она же получила приз зрительских симпатий. И 30 тысяч от организаторов конкурса ушли команде, которая сделала барышню-крестьянку. Специальный приз получила скульптура «Золотая рыбка». Посмотреть на шедевры можно на Ирыгинской набережной. До сих пор.